Клантитулы, сноски и оглавления. Клантитулами называют какие-либо данные, помещенные вне основного текста на каждой странице, отображающиеся при распечатке. Чаще всего в этом качестве выступают заголовки книги, статьи или параграфа, фамилия автора, название фирмы и так далее. Клантитулом может служить не только текст, но и изображение, например, логотип компании. Если клантитул расположен над текстом, его называют верхним, если под текстом – нижним. Добавить клантитул можно при помощи одноименной панели вкладки «Вставка». Давайте для примера вынесем в клантитул название сборника, из которого взят отрывок произведения. Нажмите кнопку «Верхний клантитул». Выберите вариант «Алфавит». После вставки клантитула активируется дополнительная вкладка «Работа с клантитулами конструктор», на которой собраны основные инструменты для редактирования и форматирования. В строке, содержащей надпись «Введите название документа» введем с клавиатуры название сборника. Форматирование клантитула осуществляется так же, как обычный текст. Например, чтобы задать ему выравнивание по левому краю, достаточно перейти на вкладку «Главное» и нажать кнопку «Выровнять текст по левому краю». Чтобы выйти из режима «Редактирование клантитула», можно дважды щелкнуть по любому месту в документе. Или нажать кнопку «Закрыть окно клантитулов» на вкладке «Работа с клантитулами конструктор». До тех пор, пока клантитулы находятся в неактивном режиме, их нельзя редактировать и изменять вместе с основным текстом. Чтобы вернуться в активный режим, необходимо дважды щелкнуть по тексту клантитула или выбрать функцию «Изменить верхний клантитул» в меню правой кнопки мыши. Чтобы задать разные клантитулы для четных и нечетных страниц, следует поставить галочку в соответствующем месте панели «Параметры». После этого, для следующей страницы, можно выбрать другой тип клантитула. Нажмите кнопку «Следующая запись» на панели «Переходы». Выберите в галерее вид «Боковая линия». Нажмите кнопку «Закрыть окно клантитулов». Теперь клантитулы на четных и нечетных страницах различны. Чтобы просмотреть результаты, перейдем на вкладку «Вид» и включим режим «Две страницы». Чтобы удалить клантитулы, необходимо войти в режим их редактирования и выбрать в меню кнопки «Верхний клантитул» пункт «Удалить верхний клантитул». Если была включена функция разных клантитулов для четных и нечетных страниц, ее следует предварительно отключить. Сноски вставляются в документ при помощи одноименной панели на вкладке «Ссылки». Они бывают двух видов – подстраничные и концевые. Первые вставляются в нижней части той страницы, на которой встречается относимый к ним фрагмент текста. Вторые выносятся в конце документа. В качестве примера вставим подстраничную сноску. Сначала необходимо установить текстовый курсор сразу после слова или фразы, которым нужно добавить пояснение. Нажмите кнопку «Вставить сноску». В нижней части страницы добавится поле для ввода пояснительного текста. Останется лишь ввести надпись. Нумерация сносок всегда сквозная и автоматически изменяется по мере их добавления или удаления. Чтобы прочитать текст сноски, не обязательно прокручивать страницу вниз. Достаточно подвести курсор мышки к ее номеру в тексте, и появится всплывающее окошко. Для перемещения между сносками документа используйте кнопку «Следующая сноска». Формат сносок можно изменить. Откройте диалоговое окно «Сноски». Здесь вы можете выбрать иное местоположение, формат номера или другой символ для обозначения сноски. Нажмите кнопку «Символ». Выберите значок «Звездочка». И нажмите кнопку «Ок». Чтобы выбранные параметры вступили в силу, нажмите кнопку «Применить». Для удаления сноски достаточно выделить ее символ в тексте и нажать клавишу «Делит». Концевые сноски вставляются и удаляются аналогичным образом. При работе с серьезными документами, например, рукописями книг, дипломными проектами, деловыми отчетами, часто возникает необходимость создания оглавления. Это можно сделать автоматически при помощи панели «Оглавление» в кладке ссылки. Но тут важно запомнить один нюанс. Чтобы программа сама создала оглавление, всем его элементам разного уровня следует задать одинаковый стиль. Например, имени автора присвоить стиль «Заголовок 1», названию книги «Стиль заголовок 2», номерам или названием глав «Стиль заголовок 3» и так далее. Если все сделано правильно, то достаточно нажать кнопку «Оглавление» на вкладке ссылки и выбрать один из двух вариантов автоматического оглавления. Выберите «Автособираемое оглавление 1». Оно будет вставлено в позицию текстового курсора. Чтобы перейти к какому-либо разделу документа, указанному в оглавлении, нет необходимости прокручивать страницы вручную. Программа автоматически переместится на нужную страницу.